всем день добрый вечер ночью кого как у нас уже вечер я вот готов сделать какой-никакой но обзор поэтому кто готов меня слушать усаживайтесь поудобнее начнем ну думаю начать надо все таки наверное с обзора потому что обзор новых бритв я обещал бритвки вот так вот вид вышли на отлично просто на шикарно пять с плюсом единственное что вот это золотишко но я говорил он уже подстирается слегка и нас отрется у вас в руках то есть на ваших руках она останется вот теперь бритвки заточены очень полный шик не то что не стыдно за них не то что за какие-то моменты там не стыдно потому что все на отлично у меня принципе даже гордость за эти бритвы то есть резко спермы очень хорошо такие вот клиночки 2 с резным бушком показываю все прошло отлично все сточилось правильно как нужно без косяков которые у меня время от времени случаются все просто на отлично то есть хочу вот я сейчас какую-то претензию там предъявить бритвки мне не получится я люблю придраться к своим работам тут тоже все кость вот этой бритвы кстати вот я потом расскажу там акрил здесь кость да кстати вот тоже золотишко подстирается уже давайте покажу наверно может быть видно вот видите вот тут так что надеюсь что она у вас там долго провисит единственный плюс что вот в этой вот насечки это золотишко останется более-менее надолго а это хорошо это хорошая защита от окисления следующее с такой вот насечкой старюсь еще раз за . вошла у всех успешно под руками что залапал смотрится еще как бы не суперским все на лучшим уровнем брить будет хорошо брить будет мягко за . будет держаться отлично в этот раз я не сказал предыдущих видео как запамятовал что твердость вот в этих бритв всех вот 5 ровно 60 единиц я вообще хотел попробовать сделать сырыми думаю может мягче брить будет потом замерил твердость на импортных бритвах а там районе 50 единиц ну как я сырыми оставлю в общем сделал 60 не стал химичить стал ничего придумывать вот эта бритвка вернулась маленько прокатилась по россии и обратно тоже будет вышли на сайте и от виду перетащил чтобы не не думалось мало ли что но за . в принципе была полноценный вот хочу сказать что по поводу заточки давайте пару слов если получится в двух словах уложиться ну во первых если у вас какой-то заточник например хотя бы за одну из этих бритв то есть возьмет в руки и скажет что тут заточка какая-то там сверх неправильно ее нужно как-то там выводить там выправлять и это будет сложно и дорого то сразу же отправляйте его лесом просто сразу лесом это или сверх какой-то заглубный человек у которого там уже какой-то слишком много движений в мозгу поэтому на эту в этом направлении или это тот кто хочет с вас содрать денег побольше вот и показаться более каким-то супер супер мастером поэтому сразу говорю эти бритвы имеют идеальную заточку идеальную кромку в общем все по идеалу но в принципе как со многими другими вот дальше если вы вдруг услышите там что то есть особенный вы новичок что там вот кромка там какая-то сложная штука там геометрия какая-то там сверхность да ничего не говорю что геометрия есть мутные но это не ваши проблемы это мои ваша забота там кромка да как бы содержать ее живой в рабочем состоянии так вот если вот вы наслушались день то там видео там как там надо смотреть микроскоп там надо все это канитель там какой как его заусенец не заусенец как какого он бывает такой сякой все я понимаю у вас что у вас уже все упало вот реально как подумали ее то есть это же как заморачиваться то придется да она мне надо сразу вам скажу не смотрите такие видео это просто уже то то есть на таком уровне может быть там что-то если там нанотехнологии какая-то там молекулярным каком-то таком уровне или это коллайдер или него тогда да а так это по жизни инструмент наш наших предков просто инструмент ничего более того то есть просто вы его правите ваша задача это ее подправлять на ремешке то есть удерживать заточку всегда в отличном состоянии все то есть там нет никаких таких заморочек не надо вот вам этого точно в голову взбивать это это там этого нет то есть вся сложность это только на ремешке править и желательно когда правите на ремень его так вот не швыркнуть не развернуть на ремни острием все это ваша забота единственный эта забота или принципе назвать нельзя потому что она реально минутная все остальное это хлам может сейчас меня полетят тапки конечно по этому поводу от многих кого там но найти это ваши заботы это вы любите заморачиваться я не буду вам мешать так и делайте я просто знаю что многие новички вот смотрятся видео вот с этими мутными такими делами с этими микроскопными разглядываниями начинают просто пугаться если честно даже когда я вижу это я начинаю задумываться а все ли у меня хорошо а на самом деле это просто инструмент я одному заказчику даже как-то сказал просто может сравнение конечно вообще не в сравнении не входит но в общем бритва это как карандаш заточил и рисуй не надо там каких-то сверх естественных заморочек то есть в этом поводу все это вот мне просто я специально я тут оставил просили показать чем я на данный момент брить это неудачная бритва неудачно чем формой неудачная оправа и вот так нужно открывать в бок стягивать потому что кривая оправа сточенный в хлам почему сточенный в хлам тут все просто ну вот появился меня новый камушек появился два камушка там еще какой-то вариант захотелось попробовать там заточки на на чем я буду пробовать и на ваших же бритвах будущее правильно нет то есть естественно своей я уже на ней столько всего испробовал что вы наверно уже видите по бритве что она уже сточен и просто очень сильно но то что сталь имеет большую плотность в к в комплексе с твердостью поэтому начнут в таком состоянии другая бритва какая-то там допустим немка она уже была бы просто в хлам точно просто вот арена эрл остался бы все в лезвии уже не было бы вот я и бреюсь но случай такой сейчас сейчас монитор попробую закрыть прямо я надел нет золото пытался покрывать в веселье дома желтеет на ней опять испытывал все на ней и в общем она меня все терпит я ее как-то заточил попробовал на волос рубит как так нехотя ну так рубит рубит прям но не вот как там на видео примерно в тех же опять видео в ютубе ну думаю дай-ка я заточу по всем понятиям взял все переходы там все эти камни я пошли по всем я пошка пробежался туда-сюда там на финишах все это по правилам по всем вы выгладил все отлично очень волос в елочку распускает только в путь очень можно вот из волос сделать елку новогоднюю ну здорово все хорошо притащил ее домой побрился и в ужасе был почему в ужасе потому что она срезала кроме волос еще и какой-то части по коже в общем драны как котяра я тут получился ну ладно поговорили мы тут с игорем смирновым говорит покатаю еще на финише в суспензии чтобы она маленько там его кромка маленько вот это стриё вот маленько так закаталась очень мотал ее мотал 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 пробую а я почему пробую то есть сразу потому что я знаю что бритва дамаская может брить без вообще мыла ладно пробую провожу нет скребет как скребет ну вместе с кожей прихватывает бреет отлично волос рубит отлично на щеке но заодно и кожу отлично подрезали в общем думал и думал я и вспомнил что же раньше-то я же именно свою бритву задачу на чем на ленте на наждачке вот на такой фильме думаю что мне терять то моя бритва она уже меня всякое повидала и взял ее перетащил полностью на наждачке все подхожу зеркало сейчас вот по сухую беру провожу один раз трещиняка чистая полоска по бритву смысле вот как хотите но факт есть факт ну ладно сейчас договорюсь метод всемирное сообщество за трещиняков каждый кинет по тапке но я против вас ничего не имею каждый затачивает как ему удобно каждый затачивает под свою щетину каждый делает так как ему нравится так как ему хочется а я просто констатирую факты что вот да вот я сделал так сделал вот так что я в итоге имею вот и все да что еще у меня сейчас до сих пор ведутся работы на сайте поэтому я не могу вывешивать вот это вот все ну кроме своей конечно все это на сайт вывезти не могу потому что если сейчас вывешу то после там этих работ на сайте там этого там ремонтных работ все что я вот сейчас буду вывешивать все исчезнет и придется все это делать заново а это очень не хорошо получится поэтому сейчас бритвки у меня остаются здесь мы сиской если кому интересно пожалуйста заказ могу оформить вообще помимо сайта не проблема если не понадобится пускай дальше лежат но пользуюсь случаем так как они будут лежать за виду все таки я шкатулки под них я почему так подумал потому что во первых они вышли дорого то есть шкатулка уже то есть если там цена шкатулки и цене принципе особо то ее не подкинет потому что стоимость шкатулки в принципе исходит только из того сколько стоит заготовка древесины в большинстве вот там плюс еще немножко инструмента там потратится то все основной ценник здорово не подлетит так слегка вот поэтому я так подумал и вот сделаю сделаю к ним шкатулки а на будущее на будущее тоже тут сильно тут задумался вот наверное устали меня слушать но или терпите или выключайте на будущее что я тут задумался один из заказчиков который недавно заказал мне приду мне как-то по телефону так взял сказал что мол ягод считаю что вам нужно производить будет два варианта это дорогие бритвы и бюджетный все такое вот например вот типа вот этого вообще не производить я задумался конечно он в принципе очень даже прав но бюджетная бритва она выходит в цене ну на 2 до 3 тысячи и на 4 дешевле вот это этих вот вариантов сказать на 5 по максимуму но есть такие варианты вот если посмотреть там допустим 4 500 а у меня есть там за 5 500 там или за 6000 уже таких вариантов поэтому разница небольшая но я не могу сделать бюджетные бритвы еще дешевле то есть я могу но это будут уже не бритва это будут уже ножи в форме бритв они будут смотреться плохо брить плохо то есть дешевле уже я просто не смогу ничего такого створить я уже все обдумал все варианты возможные и невозможные поэтому я принципе буду продолжать производить бюджеты и бритвы и укладываться в тот ценовой диапазон который сейчас это где-то в четыре с половиной тысячи хотя бы в максимум в 5 еще дешевле что-то я уже точно не сделаю хотя мне и за такие бритвки тоже стоит на которую там 4500 лежат примерно допустим меня они не радуют ну пользователь конечно порадуют своей шустростью своей работоспособности но так как допустим любая вот из этих бритвок не порадует вот как не крутите поэтому мне тут вариантов не особо вот один мне тоже сказал ну правда уже человек месяца два прошло уже как он сказал что ну я лучше например вот вот сейчас вот эта бритвка у вас вот у любую из них не взял бы потому что я бы лучше по этим деньгам это который там в 15 тысяч округленном допустим да я лучше возьму за 15 тысяч это дешевую немецкую бритву вот там это немецкая дешевая это как раз в районе 15 выходит ну я ничего ему не сказал конечно правильно сделайте как решили так и делаете но я знаю что он возьмет далеко не то что вот лежит допустим на этом столе далеко не то и по стали и по исполнению вот я знаю очень много правды в этом направлении про немецкие бритвы вот новые по старым я тут вообще далеко не спец но руках держал брился задачу ремонтировал раньше даже вот сейчас не берусь но по-новому я знаю много чего но после сейчас говорить не буду потому что это будет антиреклама а это в своей страны невежливо получится и поэтому я тут промолчу все чувствую что от меня уже крайне устали поэтому на этом все увидимся обзоры будут еще покажу может в шкатулках там еще что-то а пока до свидания